Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о русских умельцах. Дело в том, что 28 апреля 1712 года был основан Тульский оружейный завод. Завод был основан именным указом императора Петра I. Через 200 лет к юбилею оборонного предприятия на территории завода был установлен памятник царю-основателю. В годы суровых военных испытаний Тульский завод всегда обеспечивал русскую армию необходимым стрелковым оружием, среди моделей которого были известны во всем мире автомат Калашникова и винтовка Токарева. Обратите внимание на то, что именно на Тульском оружейном заводе служил герой рассказа Николая Лескова «Левша», умелец, который мог подковать английскую механическую блоху. Новелла впервые была опубликована в 1881 году под названием «Сказ о тульском косом левше и стальной блохе. Цеховая легенда». Именно с той поры на Руси повелось называть умелых мастеров, в том числе и оружейных, именем Лесковского героя. 28 апреля 1947 года норвежский исследователь Тур Хейердал отправился в плавание от берегов Южной Америки в направлении архипелага Туамоту. Обратите внимание на то, что транспортным средством стал специально построенный плод, который назвали кантики. Целью экспедиции стало доказательство гипотезы о том, что древние инки могли совершать плавание по Тихому океану с помощью плотов. На 102 день экспедиции Тур Хейердал на кантики достиг поставленной цели. Об этом он написал книгу, которую так и назвал кантики. Книга была переведена на 66 языков мира, в том числе и на русский. Позже Тур Хейердал совершал плавание в различных океанах планеты. Например, в Атлантике на папирусной лодке «Ра». В той экспедиции участвовал и наш соотечественник, врач Юрий Сенкевич, будущий ведущий телепрограммы «Клуб путешественников». 28 апреля 1978 года в Москве в Большом театре состоялась премьера одноактного балета Евгения Светланова «Калина Красная». Основу сюжета составила одноименная кинопоезд Василия Макаровича Шукшина, которая на 1974 году стала знаменитым фильмом. Обратите внимание на то, что это была последняя работа Шукшина в кино, где он выступил как сценарист и режиссер и сыграл главную роль рецидивиста Егора Прокудина. Балет поставил молодой хореограф Андрей Петров, он же выступил автором «Либретто». Партию Егора исполнил ведущий солист Большого театра Александр Лазарев. Программка премьеры балета «Калина Красная» в Большом театре нынче украшает экспозицию музея Шукшина в его родном селе Сростке Алтайского края. А на сегодня у меня для вас нет больше никаких рекомендаций, кроме одной. Откладывайте в сторону ваши гаджеты и берите в руки книги, чтобы лучше понять не только то, что происходит вокруг и сейчас, но и то, что было в прошлом. Как предупреждал Станислав Ежелец, не верьте сказкам, они говорят чистую правду. Проверить это можно с помощью чтения. До новых встреч!